Третья книга Моисеева. Левит. Глава четырнадцатая. «И сказал Господь Моисею, А вот предписание о том, что должно быть сделано в день ритуального очищения человека, который перенес опасную кожную болезнь. Такого человека пусть приведут к священнику, который выйдет с ним за стан, и там осмотрят его. И если человек исцелился от болезни своей, священник должен распорядиться о том, чтобы принесли двух птиц живых, из чистых, конечно, кусок дерева кедрового, алую пряжу и из соп. Одну из птиц священник велит заколоть над глиняным сосудом с родниковой водой. После того возьмет священник живую птицу, кусок кедра, алую пряжу, а также из соп, и окунет все это вместе с живой птицей в кровь той птицы, что закололи над свежей водой. Потом покропит той кровью священник на очистившегося от болезни семь раз и объявит его чистым, а птицу живую в поле выпустит. Но тот, кто таким образом очищается, должен выстирать одежды свои, сбрить все волосы на голове своей и омыться водой. Тогда будет чист. Можно войти ему тогда в стан, но семь дней еще ему нужно прожить вне шатра своего. На седьмой же день он снова должен удалить все свои волосы, обрить голову, сбрить бороду с усами и брови и выстирать все свои одежды и омыть тело водой. И будет чист. На восьмой день надлежит ему привести для жертвоприношения двух ягнят мужеского пола без изъяна и одну годовалую овцу тоже без изъяна. К сему надо прибавить три десятых части от меры лучшей муки, сдобренной оливковым маслом, для хлебного дара и отдельно один лог оливкового масла. Священник, коему предстоит совершить очищение, приведет этого человека ко входу в шатер откровения, поставит его там вместе со всеми его приношениями перед Господом. А затем возьмет священник одного ягненка и принесет его вместе с логом оливкового масла в жертву за провинность. Совершая это, он поднимет их как дар, который следует возносить пред Господом. Потом священник и другого ягненка заколят на том же месте, где закалывают и животных, приносимых в жертву за грех, или для всесожжения предназначенных, на священном месте. Ибо как за грех, так и жертвы за провинность принадлежат священникам. Это великая святыня. И возьмет священник немного крови от жертвы, принесенной за провинность, и помажет ею мочку правого уха очищаемого, большой палец правой руки его и большой палец правой ноги. После того священник должен будет взять принесенный ему лок оливкового масла, налить немного на левую свою ладонь и, обмакнув правый палец в это масло на своей ладони, семь раз покрапить пред Господом маслом с пальца. Немного оставшегося оливкового масла, что налил он себе в ладонь, священник употребит на то, чтобы помазать мочку правого уха очищаемого, большой палец правой руки его и большой палец его правой ноги, нанося его прямо поверх крови от жертвы, принесенной за провинность. А тем маслом, что еще в ладони его осталось, священник помажет голову очищаемого, дабы через то служение перед Господом совершенное было восстановлено единение с ним человека, перенесшего болезнь. Затем священник должен принести жертву за грех ради человека, очищаемого от нечистоты, для его примирения с Господом. А после того должен заколоть животное для всесожжения предназначенное и возложить всесожжение то и хлебный дар на жертвенник. Так священник восстановит единение с Господом человека, перенесшего опасную болезнь кожную, и станет тот чист. Если же человек беден и сделать все это не в состоянии, ему нужно взять только одного ягненка мужеского пола в жертвоприношение за провинность. Эта жертва и будет принесена с поднятием ее вверх, как дар возносимый, чтобы восстановить его единение с Господом. А для хлебного дара он может взять лишь десятую часть меры лучшей муки, сдобренной оливковым маслом, и лог оливкового масла, а также двух горлиц или двух молодых голубей, что сможет, одну птицу в жертву за грех и другую для всесожжения. На восьмой день пусть он принесет все это священнику, дабы обрести ему ритуальное очищение у входа в шатер откровения пред лицом Господнем. Священник возьмет ягненка, эту жертву человека, осознавшего свою вину, и лог оливкового масла и поднимет их, как дар, который пред Господом возносить следует. Он заколет эту жертву, и, взяв немного крови от нее, помажет мочку правого уха очищаемого, большой палец правой руки его и большой палец правой ноги. После сего священник должен налить немного оливкового масла на левую ладонь свою и затем этим маслом, что на ладони его, семь раз покрапить пред Господом с правого пальца своего. Далее, частью того масла, что налил он себе на ладонь, помажет священник очищаемому мочку правого уха, большой палец правой руки и большой же палец правой ноги его, поверх помазания кровью от жертвы, принесенной тем, кто осознал свою вину. А оставшимся в его ладони маслом священник помажет голову очищаемого, совершив для него сей обряд пред Господом, с которым его отношения будут при этом восстановлены. Затем надлежит совершающему обряд принести одну из тех птиц, горлиц ли молодых голубей, которых достал очищаемый, одну из птиц, коих приобрел очищаемый по своему достатку, принести в жертву за грех, и одну для всесожжения вместе с даром хлебным. Так совершит священник перед Господом обряд восстановления отношений исцеленного с Богом. Вот каковы предписания для того, кто исцелился от кожной болезни, но не в состоянии прийти к священнику с обычным приношением для своего очищения. И продолжал Господь говорить с Моисеем и Аароном, «Когда придете в земли Ханаана, что отдаю я вам во владение, может случиться, что я допущу на каком-то из домов ваших в той земле появиться неким язвам, как бывает на теле от проказы. Хозяин дома того должен тогда прийти к священнику и сказать ему, «Я увидел на доме нечто похожее на кожное заболевание». Священник распорядится вынести из дома все, что можно, к тому времени, когда придет он осматривать те язвы. Только после того, как сделают это, дабы не стало нечистым оставшееся в доме, лишь тогда придет священник осматривать жилище. Если найдет он при осмотре дома пятно какое, язвы на стене, зеленоватые или красноватые впадины, заметно углубившиеся в стену, священник, выйдя из дома, должен запереть его на семь дней. В седьмой же день опять следует прийти священнику и осмотреть дом. И если увидит он при новом осмотре, что разъедающее стену пятно расползлось, он обязан распорядиться о том, чтобы выломали все камни, на которых есть следы тех едких язв, и выбросили их за городом на место нечистое. А весь дом внутри нужно выскоблить, и глину, что соскребли со стен, следует тоже выбросить за городом на то же место нечистое. Затем должно взять другие камни, вставить их вместо прежних и обмазать дом свежей глиной. Если же опять появятся язвы в том доме после того, как заменили камни, а дом был выскоблен и обмазан заново, должен священник прийти и вновь осмотреть дом. И если увидит, что пятно с язвами продолжает расползаться по дому, значит, те язвы разъедающие, а сам дом нечист. Тогда придется сломать уже весь дом, и все камни его балки и всю обмазку нужно будет вынести за город на нечистое место. А всякий, кто входит в запертый на время карантина дом, будет до вечера нечист. Тот же, кто спит в этом доме, должен выстирать одежды свои. Так же и тот, кто ест там, должен выстирать одежды свои. Но если увидит священник, что после того, как дом обмазали заново, на его стенах никаких едких язв не появилось, то объявит он, что дом ритуально чист, беда миновала. Тогда же надлежит священнику, чтобы полностью очистить дом, отпятнавший его нечистоты, взять двух птиц, кусок кедрового дерева, алую пряжу и соп. Одну из птиц заколет он над глиняным сосудом с родниковой водой. После того возьмет священник кедровое дерево и соп, алую пряжу и живую птицу и обмакнет все это в кровь заколотой птицы, что стекла уже в свежую воду, и покропит этим на дом семь раз. Так очищен будет дом от нечистоты той, кровью птицы со свежей водой, живой птицей, деревом кедровым и сопом и алой нитью. Живую птицу надлежит выпустить на волю за городом в поле. Так будет совершено священником очищение дома, и тот станет чист. Таковы предписания о разных опасных болезнях кожных и парше, а также о плесени на одежде и язвах на стенах в доме, и об опухоли на теле человека тоже, о сыпи и пятнах, чтобы определять, когда что-то ритуально чисто, а когда нечисто. Таковы предписания о кожных болезнях. Глава пятнадцатая Господь велел Моисею и Аарону передать сынам Израилевым следующие указания. Если у кого обнаружатся болезненные выделения из тела, тот ритуально нечист по причине своих выделений, и неважно при этом продолжаются ли эти выделения или прекратились, это его нечистота. Постель, на которую ляжет человек с такими выделениями, станет ритуально нечистой, и всякая вещь, на которую сядет такой человек, тоже станет нечистой. И каждый, кто коснется постели такого человека, должен будет и сам вымыться, и одежды выстирать свои, и будет нечистым до вечера. И кто сядет на что-либо из того, на чем сидел человек, имеющий выделение, тоже должен омыться и одежды свои выстирать, и будет нечист до вечера. Выстирать одежды свои и вымыться самому придется и всякому, кто хотя бы прикоснется к человеку, у которого выделение. Прикоснувшийся тоже нечист будет до вечера. И если человек с такого рода выделениями плюнет на ритуально чистого, тому тоже надлежит выстирать одежды свои, а самому придется вымыться. Но нечистым и он остается до вечера. Любое седло, если ехал на нем страдавший от выделений, станет нечистым. И каждый, кто прикоснется к чему-либо, что было подсидевшим на том седле, будет тоже нечист до вечера, как и тот, кто нес те вещи. Должен и он выстирать одежды свои и омыться водой, и будет нечист до вечера. Также и всякий, кому прикоснется человек с выделениями, не ополоснувший прежде рук своих, должен выстирать одежды свои и омыться водой, и будет нечист до вечера. Глиняный сосуд, до которого дотронулся человек с выделениями, нужно разбить, а сосуд деревянный ополоснуть водой. Когда страдавший от выделений избавится от этой напасти своей, должен будет отвезти он семь дней на собственное ритуальное очищение, а также выстирать одежды свои и все тело омыть в проточной воде, чтобы стать чистым. На восьмой день надлежит исцелившемуся приобрести двух горлец или двух голубей молодых и принести их Господу ко входу в шатер откровения и там отдать священнику. Священник принесет одну из них в жертву за грех, а другую во всесожжение. Он же совершит служение пред Господом, чтобы восстановить с ним единение человека, страдавшего от выделений. Если у мужчины какого случится извержение семени, должно будет ему омыть все тело водой и нечист до вечера. Любая одежда и кожаная вещь, на которую попало семя, должны быть выстираны и пребудут нечистыми до вечера. Если с женщиной спал мужчина и у него произошло семяизвержение, то и она вместе с ним должна омыться водой и будут оба нечистыми до вечера. Если истечение крови случается у женщины и это у нее обычное месячное истечение, то ее нечистота продлится семь дней. Нечист будет до вечера и всякий, кто дотронется до нее. Все, на что ляжет она, пребывая в своей нечистоте, тоже станет нечистым, как и все, на что она сядет. Каждый, кто прикоснется к ее постели в это время, должен выстирать одежды свои и вымыться и до вечера будет нечист. И если кто коснется какой-либо вещи, на которой сидела она, должен будет выстирать одежды свои и вымыться, и нечист останется до вечера. Нечист будет до вечера даже тот, кто прикоснется к чему-либо лежавшему на постели или любом сиденье, на котором сидела женщина с истечениями. И если в то время муж ее позволит себе половое сношение с ней, пятная себя ее нечистотой, нечист он будет целых семь дней, и всякая постель, на которую ляжет он, станет нечиста. Если кровотечение будет у женщины не во время месячных или продолжится дольше, чем то бывает обычно, будет она нечистой и во все неурочные дни кровотечений, как во время обычных месячных. Тогда всякая постель, на которую ляжет эта женщина при продолжающихся у нее выделениях, будет нечиста. И все, на что сядет она, будет нечистым, как и в дни ее месячных. И каждый, кто прикоснется к этим вещам, будет нечист, и придется ему выстирать одежды свои и омыться. И нечист до вечера. Когда же прекратится у нее кровотечение, женщина должна отсчитать семь дней, по прошествии которых она становится ритуально чистой. На восьмой день надлежит ей прийти ко входу в шатер откровение с двумя горлицами или двумя молодыми голубями, чтобы отдать их священнику. Тот принесет одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение. Священник совершит служение пред Господом, чтобы восстановить с ним единение женщины, лишившейся чистоты в дни ее кровотечений. И добавил Господь. Так вам предстоит ограждать сынов Израилевых от всего, что может повергать их в нечистоту, дабы ею не погубили они себя, оскверняя скинию, в которой я среди них обитаю. Таковы предписания для мужчины, ставшего из-за того нечистым, что у него появились выделения, или было извержение семени, и для женщины, когда у нее месячные. То есть, как для мужчины, так и для женщины, при появившихся у них выделениях, а также и для мужа, который спит с ритуально нечистой женой. Псалтырь. Псалом 52. Руководителю хора. На мелодию Махалат. Стих Давида. Бога нет. Сами себе говорят безумцы. Развращены все они, отвратительное творят, и на доброе ни один из них не способен. Бог смотрит с небес на всех потомков Адама. Нет ли хоть одного, кто поступал бы разумно, кто стремился бы к Богу? Все вероломны стали, все, как один, развратились. Нет делающего добро. Нет ни одного. Неужели ничего не осознают эти злодеи? Народ мой пожирают они, словно хлеб едят. Не думают они о Боге, не призывают Его молитвенно. Но охватит их страх великий, какого не знали они никогда. Разбросает Бог кости притеснителей твоих. Оставишь ты их посрамленными, ибо отвергнуты Богом они. О, пришло бы Сиона, избавление Израилю! Возрадуется Иаков, и возвеселится Израиль, когда даст Господь народу своему вновь свободу. Деяния апостолов Глава двадцать четвертая Пять дней спустя в Кесарию прибыл первосвященник Анания, в сопровождении нескольких старейшин. С ними был и законовед некий Тертул. Они выдвинули перед прокуратором свои обвинения против Павла. После того, как ввели узника, Тертул начал свою обвинительную речь. Высокочтимый Феликс, Тебе обязаны мы прочным миром и Твоей предусмотрительности, теми улучшениями в жизни этого народа, которые мы всегда и повсюду принимаем с великой признательностью. Не желая обременять Тебя, прошу с присущей Тебе снисходительностью уделить нам немного времени и выслушать нас. Мы находим, что этот человек хуже всякой заразы. Сеет он смуту среди всех иудеев по всему миру. Он главарь секты Назарян. Мы задержали его при попытке осквернить храм и хотели было судить его по нашему закону. Но трибун Лисий вмешался и, пользуясь властью, вырвал его из наших рук и приказал нам, его обвинителям, идти к Тебе. Да, просив его, ты сам сможешь убедиться в истинности всех этих обвинений, с которыми мы выступаем против него. Иудеи поддержали его, говоря, что так все и было. Павел начал говорить, как только прокуратор знаком позволил ему. «Я знаю», — сказал он, — «что ты уже много лет вершишь правосудие над этим народом. Потому я спокойно могу приступить к своей защите. Ты и сам можешь убедиться, что прошло не более двенадцати дней, как я пришел в Иерусалим, чтобы поклониться Богу. Вовсе неверно, что мои обвинители застегали меня с кем-либо спорящим или подстрекающим народ к мятежу в храме, в синагогах или в городе. Они никак не могут доказать Тебе того, в чем сейчас обвиняют меня. Но могу признаться Тебе, что я служу Богу отцов наших, держась того пути, который они называют сектой. Я верю всему тому, что написано в законе и у пророков. У меня та же надежда на Бога, которую и они разделяют, что Бог воскресит как праведных, так и неправедных. Потому хочу я и все делаю для того, чтобы совесть моя была всегда чиста перед Богом и людьми. Спустя много лет я пришел в Иерусалим, желая передать пожертвования для народа моего и приношения. И меня нашли в храме, когда я уже совершил обряд очищения. Но не было вокруг меня ни толпы, ни беспорядков, пока не пришли несколько иудеев из Осии. Они-то и должны были прийти к Тебе и представить свои обвинения, если у них есть что-то против меня. Может быть, присутствующие здесь скажут, какое преступление они нашли, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только в том, что сказал я во всеуслышание, когда стоял среди них. За веру в воскресение мертвых я стою сегодня перед вашим судом. Феликс, который лучше многих знал о вере, именуя мой путь, приостановил расследование, сказав «Когда прибудет трибун Лисий, я решу ваше дело». И приказал Центуриону держать Павла под стражей, но сильно его не ограничивать и не запрещать никому из его близких заботиться о нем. Несколько дней спустя Феликс пришел со своей женой Друзиллой, она была иудейкой. Он послал за Павлом и выслушал его рассказ о вере во Христа Иисуса. Когда же Павел стал говорить о праведности, воздержании и о предстоящем суде, Феликсу стало страшно. «Ну ладно, теперь иди», — сказал он. «Я позову тебя, когда выберу время». К тому же он надеялся, что Павел даст ему денег, поэтому часто посылал за Павлом и беседовал с ним. Прошло два года, и Феликса в должности прокуратора сменил порции фест. Желая угодить иудеям, Феликс оставил Павла в узах.